Тема доклада будет немного, может быть, название философское, но я объясню некоторые моменты, которые относятся к пониманию, зачем же мы тестируем, и как понять, что мы это делаем правильно. Немного высокоуровнево, потому что вещи будут даваться базовые, основные, и касаться будут в основном крупных проектов, интерпрайз, по-русски назовем их промышленными проектами. Мой опыт в основном был связан с такими проектами. Меня зовут Стас, я больше 10 лет уже в специальности IT, в разработке программного обеспечения где-то лет 7. Я тим-лид ресурсный менеджер в ЕПАМ, и я долго был он-сайт-кейм-менеджером в Бельгии, Швейцарии, я работал на сайте на крупных проектах, в основном в телекоме. Сейчас я работаю в финансовом домене. Интересно, съехал. Ну хорошо. Да, 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 буква упала. Это не специально. Хотя могу сказать, что специально. Да, в общем, поверхностно, если мы говорим про тестирование, про понимание тестирования вообще в целом, если взять вот это все высокоуровнево, то мы выделим цели, в первую очередь, понять, как правильно тестировать программный продукт, который мы делаем, как мы будем готовиться, чтобы сделать это правильное тестирование. Само выполнение. Здесь я расскажу историю, реальную историю с проекта, с одного, две истории, которые затрагивают как раз хорошую ситуацию и не очень. И сам результат, да, как, чем заканчивается тестирование на проекте. Это все поверхностно. Интересно, что у вас с презентацией. Введение, да, я бы рассказал про промышленные проекты. Но вообще эта тема касается, в первую очередь, больших по-английски enterprise проекты. Но я из презентации максимально убрал английские слова, чтобы разговаривать по-русски. Здесь не люблю, когда используется руглиш в докладах. Это промышленные большие проекты. Я вынужден сначала рассказать, что же это такое, чтобы потом показать те цели и процессы, которыми мы постараемся сделать тестирование нормально, хорошо. Промышленные проекты представляют из себя большое количество людей, которые работают на создание программного обеспечения. Это могут быть в телекомном домене проекта, финансовом. Людей, например, в тестировании у нас в команде было порядка 100 человек, 100 QA. Ну, где-то человек 150 разработчиков. То есть это такого объема проекта с огромным количеством функциональности, где у вас большое количество модулей, которые друг с другом интегрируются, огромные сложные абстракции, объектные модели огромные. Все это работает. Извините, ребята. Участник и… В общем, поверхность-то, да, кто участвует в проекте? Это бизнес. В общем, это бизнес, да. Это те люди, которые дают требования, дают требования разработки, придумывают, как это решение будет работать, да. Команда разработки. Товарищ, очень смешно. Команда разработки, которая все это делает. Это все очень поверхностно как-то устроено. Ну, и конечные пользователи, да, те люди, которые получат то, что придумали одни люди, реализовали другие, они получили нечто. В итоге, с чем им придется пользоваться? Да, вот. Они… Да, в общем, на промышленных проектах очень сложная инфраструктура. На этом слайде я хотел показать, что, на самом деле, там используется очень много внешних систем, внешних компонентов, на которых все эти проекты строятся. Из-за этого все это обрастает сложностью. Это, получается, инфраструктурная, да, сложность промышленных проектов, на которых все это базируется. И дальше все на этой инфраструктуре у нас строится сложная модель. У нас, получается, есть некая сложная ресурс инвентаря. В случае с телекомом, да, у нас там разные нетворк элементы, девайсы, в девайсы вставляются разные модели карточек, в разные слоты. По-разному это все соединяется. То есть представьте, как это все вырастает для тестировщиков, для понимания всей этой модели, как это все тестируется. Это все обернуто интеграциями. Каждое действие в системе сопровождается в связи с какой-то внешней сторонней системой. Создаете какой-то объект, он инвентаризируется где-то параллельно. У вас проходит интеграция. Разные виды интеграции. И потом сверху на все на это строятся сервисы. Начиная там с девайса, с уровня порта этого девайса. И дальше все это оборачивается уже в какие-то крупные сетевые связки для разных сервисов, разные типы конфигурации, в зависимости от устройства. Но это все очень сложно-сложно. Я рассказываю про свойства проектов. И первое свойство, которое мы выделим, чтобы определить цель, в этих проектах сложная архитектура. Это первое. Второе. То, что у нас имеется наличие вот этих множества сложных сценариев на сложной архитектуре. Плюс через все, через это мы проводим end-to-end. Это означает, что из некой начальной системы действия запустилось, оно проходит через стэк из 50-70 систем, пока не пройдет полностью конфигурация некого сервиса, например. И следующее свойство – это огромное количество сценариев. Потому что мы все это проводим на сложных архитектурных решениях. И здесь появляется некая ситуация, что тестировщики, конечные пользователи, они видят по-другому всю эту комбинацию возможных сценариев, решений, то, что они будут, как они будут использовать систему. И может получиться вот такая не очень хорошая картина, что тестировщики делают одни сценарии, а конечные пользователи используют другие. И вы не знаете, например, то, что вы тестируете, вообще кто-то использует, кто-то так запускает процессы, вы этим, может быть, не интересуетесь, но тестируете документацию, дизайн, требования. И это очень плохо, если такая визуализация на проекте будет достижима. Ну и третье свойство промышленного проекта – это разное понимание процессов у тестировщиков и у пользователей. Потому что это все-таки разная группа людей по разному использующему проекту. Эти основные свойства как раз нужны для понимания следующих процессов про тестирование, которые я буду рассказывать. Цели. У меня вопрос к вам. Как определить, что тестирование выполнено хорошо? Супер. Счастлив. Добавить смешных картинок ему. Да. На самом деле правильно, да. Надо определить, что клиент в итоге будет получать то, что он хотел. Он не будет находить, ну, как можно меньше ошибок находить в приложении, именно в тех сценариях, которые он выполняет. Для этого существуют метрики. Первая основная метрика называется Defect Containment. По факту это показатель того, сколько дефектов проходит на продакшн, да, после всех ваших quality gate, все, что происходит на проекте, сколько багов туда просочилось. Но тестирование это же ответственность всей команды. Может быть, тестировщик нашел баг, да, но его не успели зафиксить. Как бы, ну, нормальная ситуация. Поэтому эта метрика переименовывается, отображает то же самое, да, она рассчитывается так же. Называется Defect Remove Efficiency. Это насколько она измеряет способность команды разработки исправлять дефект до релиза. Потому что дефекты мало найти, да, их нужно устранить еще, эти дефекты. И это основная метрика, которая может показать, что вы выдаете хорошее приложение на продакшн. Это самая основная, главная метрика. И в основном KPI, K-Performance, индикатор, они учитаются по такой метрике, да, сколько дефектов прошло. Ну, и чтобы добиться этой метрики и ее улучшения, нам нужно сделать то, чтобы тестировщики использовали те же сценарии, что и пользователи, чтобы проводили те же самые сценарии. И мы можем тогда сформулировать цель. Ну, сценариев мало, да, потому что помимо действий, которые выполняете системой, нужно еще, чтобы сама система, ее состояние соответствовало тому, что будет на продакшне. У пользователей здесь тоже появляются некоторые нюансы. Ну, наша цель это минимизировать конечный бак, который умножит конечный пользователь. Это основная цель для тестирования. Для этого нам нужно проверять сценарий выполнения пользователей и тестировать на конфигурации, приближенной к продакшне. Помимо конфигурации сервера, да, это еще касается самих данных, на которых идет тестирование. И мы начинаем подготовку. Мы сформулировали цель, теперь мы можем начать готовиться к нашим тестам. В первую очередь, да, мы делаем окружение. Готовим те сервера, на которых будем выполнять тесты. Покрытие, это касается к сценариям. И здесь появляются еще важные свойства. Во время подготовки очень важно для тестировщиков определиться с приоритетом сценариев. Иначе, если у вас не будет хватать времени, будут задержаны сроки выдачи функциональности, вы тоже можете, используя правильный приоритет, правильно организовать работу и все-таки проверить то, что пользователю будет нужнее. Имея все это на руках, мы можем составить уже тест-план. Я тоже покажу, как это делается. Окружение. Я продемонстрирую минимальный набор, который нам обычно требовался для нормального тестирования на проектах, для достижения хороших целей. Во-первых, это для проверки текущего релиза. Используется смог сервер, на который мы забираем первую выдачу из девелопера, от девелоперов в кей, и который не жалко повредить, если что-то будет не так. Если все в порядке, мы забираем на тест сервера. Почему два? Чтобы работать параллельно, чтобы команда, если кто-то занимается обновлением, на втором сервере можно продолжать работать. Обычно используются два сервера. Можно больше, если позволяет. Следующий сервер, который нужно предусмотреть заранее, это для чистой установки. Это понадобится перед выдачей релиза, в зависимости от того, какой продолжительности у вас релиза. В любом случае, перед тем, как отдать клиенту, вы должны будете произвести установку на ту ревизию, которая будет на продакшене, на такую же конфигурацию. И для этого желательно подготовить отдельный сервер, чтобы такую установку можно было провести. Ну и третий набор это тестировать, ну это бэкап сервер, да, это обязательно тоже надо иметь в запасе, что если что-то произойдет не так, его можно будет переиспользовать. И пост-релиз для проверки на поведение, функциональность на предыдущих версиях. Ну, если у вас на продакшене есть клиента, да, это вам понадобится. Здесь два важных замечания для окружения. То, что их конфигурация должна быть максимально приближена к продакшену. То есть, если вы занимаетесь как раз определением составления планов, вы должны поинтересоваться, какие версии компонентов, какое железо, что у вас стоит на продакшене. Иначе в итоге оно может работать совершенно иначе, чем работало на тестовом окружении, на тестовом сервере. Мы следили даже за версиями патчей, Oracle, Java, чтобы все эти компоненты совпадали. Иначе, если у вас выполняются какие-то процессы, и скильз-запросы идут в базу, никто не знает, как они отработают на других версиях компонентов. И по поводу железа тоже, если у вас несколько, например, несколько нот, распределенный environment, то вам в тестовом окружении желательно тоже иметь в наличии такие сервера, потому что процессы могут отрабатывать тоже по-разному. То есть, об этом вам стоит позаботиться, чтобы достигнуть цели воспроизведения сценариев аналогично, как оно будет на продакшене. И понятно, но здесь не нужно сильно увлекаться, потому что бывает такое, что для воспроизведения каких-то особых сценариев может понадобиться сложный сервер, сложное окружение, и на создание такого окружения может потребоваться больше сил и времени, чем на то, как часто это будет ломаться, например, или что-то будет воспроизводиться. Все время нужно оценивать с здравой точки зрения и смотреть, действительно ли стоит создавать именно вот такую подобную конфигурацию, либо у нас есть риск, что будет проблема, которую мы не обнаружим, но ее устранить займет день. Клиент запускает такой сценарий раз в пятилетку. Ну и если нет дополнительных серверов, если у вас жадный проект, можно использовать пост-релиз сервер для чистой остановки. Тоже хорошая практика, вы можете эти данные потом перепроверить после установки нового релиза. В покрытии я бы выделил два профиля, два основных профиля. Это уже касается тестов. Это сценарии и состояние системы и данных. это важно. Сценарии должны состоять из, в общем, вводная для тестовых сценариев должна приходить от представителей бизнеса, от бизнес-аналитиков и от конечных пользователей. С ними нужно проводить ревью. Представителям бизнеса мало у кого есть доступ, но если он есть, то стоит воспользоваться. Может быть, будут от них какие-то схемы, описания бизнес-процессов, как они хотят это видеть потом уже на продакшене. Это более приоритетный взгляд, чем уже дальше у бизнес-аналитиков. Но бизнес-аналитики обычно имеют доступ к этим людям. Нужно ревьюить сценарий с ними. И сложнее всего, наверное, с конечным пользователем. Мы организовывали иногда сессии выездные, ездили ребята к конечным пользователям и прям с ними общались и те рассказывали, как они используют систему. В том числе, например, при юзабилити-тестах, когда ребятам снимали на видео, как пользователи проходят некие сценарии. И потом мы их воспроизводили, записывали тоже как свои тест-кейсы. Вот такой контакт можно установить. Состояние системы данных это то, на чем мы будем выполнять тесты. И как раз нам нужно симулировать систему так, как это будет производиться на продакшене. Я разделяю на два временных интервала. Это то, что у нас было до нового релиза и после. И данные у нас, соответственно, имеют тоже таких два состояния. Плюс третье, я сейчас покажу. Первое, это данные созданы до установки релиза, мы с ними будем работать, ставя новый релиз на этот сервер, мы будем проверять, что с ними можно продолжать взаимодействовать, они выполняют свои операции. То, что продолжает создаваться новые данные, проводим сценарии уже с ними. И третье, самое интересное состояние, это когда вы запускаете некий процесс до установки нового релиза, он еще не закончен, это может быть какая-то долгая синхронная интеграция, которая там ждет некий ивент входящий, ну на продакшене бывают такие интеграции, там могут месяц длиться, если там подключают, например, какой-то сервис, там живые люди задействованы, должен оператор куда-то сходить, подключить, вернуться, отправить сообщение и мы можем это тоже протестировать, запускается например процесс, не закомпличенно он у нас висит в процессинге, вы ставите новую сборку с новым релизом и продолжаете, смотрите, как он идет, как правило, здесь вот начинаются сюрпризы, потому что да, это такие уже близко к продакшену сценарии, но на самом деле вот если смотреть предыдущие сами кейсы, да, на опыте могу рассказать, что с продакшена часто воспроизводятся такие вещи, когда одновременно много сценариев запускает параллельно, там начинаются конфликты с ресурсами, когда два сервиса, два каких-то процесса пытаются одновременно взять один объект или поменять его, и они все падают, и вот это как раз сценарий с продакшен, нужно тоже в это углубляться, смотреть, анализировать, какие у вас проблемы происходят на продакшене, от саппорт команда такие проблемы получать, ну и в первую очередь конечно анализировать, как часто они происходят, бывает такое, что приходят и жалуются на проблему, когда докапываешься, выясняешь, что оно падает там раз в три месяца, и чтобы это воспроизвести и пофиксить, идет больше времени, чем они тратят пока вот на траблшутинг, ну дальше в приоритете я про это расскажу. Приоритет, я бы разбил его на три части, то, что мы использовали, и оно помогало, во-первых, приоритет для бизнеса это то, что нам говорит клиент. Мы можем на ревью отдать наш сценарий и попросить поставить приоритет, какие для него более важные, менее важные. Частота использования эту статистику мы можем собрать с продакшена, то есть есть сервисы, которые запускаются процессы сто тысяч раз в день, а есть, которые запускаются два раза в месяц. И соответственно приоритет мы выставляем из-за частоты его использования. и влияние от изменений это наш внутренний импакт-ассессмент, который нам даст команда разработки. Мы знаем, где должно поломаться. Мы можем тоже проставить такой приоритет. Ну и некие баллы можно, например, поставить сценарием, потом в сумме иметь, у кого больше таких баллов, те в первую очередь тестировать сценарий. И дальше, имея приоритет, некий скоп, который мы определим окружение, мы можем делать тестовый план. Здесь я блоками изобразил красный, желтый, зеленый, это сами тест-кейсы, разбитые по приоритету. По ним видно, что в первую очередь нужно планировать всегда самый приоритетный сценарий. Если у вас он правильно будет выставлен, вы правильно сможете организовать тестирование. Если в последнюю очередь выдадут, какой-то функционал будет задерживать, то это будет, скорее всего, менее приоритетный. И это нужно тоже согласовывать с командой разработки, очень важно. Вы должны до них донести, что вот, пожалуйста, выдайте нам вот эту функциональность в первую неделю, потому что она более приоритетная. А остальные вот эти вот лоу, некоторые даже можно не успеть протестировать, получить в последнюю очередь. От команды разработки нужно, с командой нужно согласовать четкие дью-дейтс. И коалит, кто будет заниматься организацией уже тестирования, планировать тесты, он должен их мониторить очень внимательно и двигать, соответственно, даты, если что-то произойдет, смотреть, как можно будет исправить. Я разбил на три фазы. Первая это фаза разработки, это пока разработка идет, мы уже активно начинаем тест с первого дня, как только что-то можно уже потрогать, можно даже на dev-сервер пойти и посмотреть, что они там делают. Вторая фаза стабилизации здесь гоняют столько регрессионные какие-то кейсы для самых критичных сценариев идет только бага фикс. Команде разработки нужно запрещать продолжать разрабатывать функциональности во время этой фазы, ее нужно контролировать, иначе может проскочить что-то неожиданное и гонять регрессию. И третья фаза это уже подготовка к релизу, у нас остался некий набор приоритетных сценариев. Мы как раз делаем тест установки, это на то окружение, которое мы заранее подготовили с конфигурацией аналогичной продакшену, и дальше мы проверяем тест обратной совместимости. Почему в конце он достаточно трудоемкий по затратам тестирования, надо подготовить окружение, подготовить тестовые данные, все это заранее сконфигурить и уже запускать тесты. Если он провалится, то повторять его будет тяжело. Так в среднем выглядит тестовый план. Наверное, все равно в какой-то методологии мы работали, это была смесь waterfall, agile, ближе к waterfall, потому что большие проекты проще идут управлять waterfall. Были и agile роли там, короче. В антерпрайзе там все сложно с этим. И третья глава, само выполнение тестирования. Здесь я расскажу историю, сама главная идея, которую я бы хотел. Вообще появилась тема доклада как раз из воспоминания тех историй. Для тестировщиков сам процесс тестирования это в первую очередь поиск багов. Они хотят показать, что они классные тестировщики и они найдут много дефектов и отомстят разработчикам. Не знаю. В общем, был такой случай у нас обновлялся один из компонентов, задействованный сервис Provision, такой один из основных процессов на проекте функциональных. И тестировщики они знали слабое место в этих сервисах. То есть там были такие сервисы, которые в свое время не полностью протестировали, потому что там были нюансы. И когда сообщили, что это будет меняться и придет сделать полную регрессию вот этой части продукта, тестировщики вспомнили про ту часть, где стоит повнимательнее искать баги и увлеклись в общем созданием таких очень сложных сценариев, которые трудно было воспроизводить, но которые все были заблокированы, там ничего не работало и до апгрейда там не работало, потому что никто не использовал. И в общем они завалили деф-команду 500 багов, я не помню, сколько завели, очень много, они тестировали космические сценарии, они действительно долго воспроизводились, там были сценарии, когда у вас идет провижник, приходит запрос на его изменения, потом запрос на изменение-изменение, потом отменение-изменение, потом отменение-того, отменение, короче, и вот это вот, вот такие вот, да, и в итоге, когда это выдали на продакшн, не работал самый базовый сценарий, вот, где просто активировался сервис, который они должны были в первую очередь до дыр затестировать, он не работал, и у них была куча проблем вот с тем, с другим, и люди были опытные, ну и вторая ситуация, когда делали обновление не одного продуктового компонента, а всех, полностью вообще, всех там меняли, переезжали на новое железо, там менялись еще сторонних разработчиков библиотеки, все там новые версии Oracle, Java, новый сервер, новый продукт, и что мы сделали, мы выгребли весь дизайн, там были у нас юзкейсы, эти документации, отдали это клиенту, на ревью поставили приоритет, все это приоритизировали, и мы в первую очередь тестировали сценарии, те, которые были важны для клиента, которые чаще всего использовались. Обновление было очень страшным и серьезным, клиент переживал, что там все развалится, но он пришел потом очень удивленный, что все очень круто работает, все быстро, потому что там обновились все компоненты, производительность выросла, и ничего не падало, то есть все сценарии, которые они используют, каждый день, там 100 тысяч раз в день провизит, они все работали идеально. Потом, да, начали всплывать сценарии редкие, которые там отвалились, мы их просто не протестируем, если не было времени, мы оценили регрессию, там, грубо говоря, там 5 тысяч дней, нам дали 800. Да, и клиент был доволен, все, что он использует каждый день, оно работало, потому что взяли нужный скоп, протестировали на нужных конфигурациях, там очень дотошно следили за всеми библиотеками, чтобы они все соответствовали тому, что будет на продакшене и по приоритету. Да, потом начали отваливаться редкие сценарии, там какие-то редко запускаемые, но клиент это уже не парило. все хорошо встало и все работало. Это, что касается выполнения, это основная мысль о правильности тестирования. Мы можем показать результат своей работы тем, что да, мы нашли много багов, мы классные, но это не показатель хорошего тестировщика. Нужно сдерживать себе это чувство. Ну, как результат, такой вопрос касательно тестовой стратегии, да, вот я дальше немножко расскажу. Как определить, что тестирование завершено? Пора выкатать. А какие условия? Как это называется в тестовой стратегии? Критерии готовности для тестировщиков, не знаю, ну, критерии выхода, да, это все правильно. Это важная штука, она должна быть записана в тестовой стратегии обязательно, иначе вы можете бесконечно заниматься тестами. Должно быть описано, обычно это, если вы выполнили 100% своих тестов, то есть пассрейт 100%, а по поводу пасс, execution rate, sorry, а пассрейт, ну, это как договоритесь. Если у вас какой-то сложный проект, там можно взять небольшой пассрейт, но обычно там 95, хотя там 97, это для чего нужно, чтобы тестировщик в любой момент мог сказать, что все, мы закончили, мы переходим тестировать новый релиз, иначе вы будете бесконечно заниматься этими тестами. Обязательно это записывается в тестовую стратегию. Ну и записывается, да, что нет, например, баг с приоритетом выше нормал, major, critical, блокер, но эта ситуация тоже можно обыграть в тестовой стратегии. Например, с релизом можно выдать высокоприоритетные баги с hotfix, который будет по installation notes ставится во время установки. Вам это даст какой-то запас времени, его можно отдельно пофиксить, отдельно протестировать. То есть это не будет поводом переносить релиз, делать что-то с релизом. Ну и те вещи, которые я все рассказал, это как бы основа основ. Там понятно, что выше миллионы разных подходов систем, но это основа. Вам нужны тестовые сценарии, согласованные, проревьюины, которые точно те, которые нужны клиенту, окружение, тестовый сервер, иначе что вы вообще тестируете? Вы тестируете там, не знаю, на Oracle, а у него Microsoft и Skills может быть стоит база или еще что-то. Ну, бывают такие случаи на самом деле. И здесь просто возьмите информацию как базу и над ней уже можно надстраивать сами процессы тестирования. Есть такой, например, институт занимается оценкой взрослости продукта, процессов на проекте. По нему уже дальше двигаются сами проекты, оцениваются процессы от начального уровня до оптимизации. И дальше Quality Assurance должен заниматься все-таки движением именно в сторону оптимизации своих процессов. Но если у вас чего-то не будет из той базы, то вам будет сложно переходить к этому этапу. Пожалуйста, вопросы. Да? Почему мы должны приоритетизировать сценарии по частоте использования? Потому что те сценарии, даже может быть, которые важны для клиента, которые он скажет, что это приоритетный сценарий, но он будет запускаться редко. Раз в неделю например, какой-то сервис, провизис, а другой, который будет чуть менее приоритетным, но запускается сто тысяч раз в день. И вам нужно будет проверить именно тот, который используется чаще, потому что в итоге это сильнее влияет на клиента и на бизнес. у меня есть приложение тиньков. Я баланс смотрю каждый день. Да. Но у меня в то же время я с других картбанков перевожу себе сумму на счет раз в месяц. раз в месяц, а здесь я каждый день. Частота использования у меня в общем я не считаю, что это важная операция, и я скажу на том, который действительно серьезный. Да, я понял. Смотрите, здесь, конечно, зависит от домена, про который вы говорите. Я рассказывал про телеком и там эта частота относилась больше к типам сценариев, которые выполняются, к типам сервисов. Что есть, например, есть абонент, который подключает себе телефонную связь, а есть, который подключает себе некий телевизионный сервис какой-то редкий. вот такие сценарии. Если говорить уже про, например, про финансовый домен, про вот такие операции, то там, конечно, у вас больше будет играть вот этот бизнес-сценарий санвес. Если вы деньги не можете перевести, то, конечно, это будет весомая проблема. Я не говорю, что это вот золото, это основа, и это одна из метрик, которой можно воспользоваться, правильно выстроив приоритет. Но по каждому проекту, по каждому домену нужно, конечно, делать свой анализ. Да, конечно, конечно, и в зависимости от бизнес-домена, от конкретного проекта, функции. клиент не может рассказать про все стоп-функции приложения и четко выстроить их по приоритету. Тем более, если клиент не один, может, для одного важно переводить деньги, а другому важнее баланс. А для этого обычного приложения вкладывают на сценарий. Да. Ну и клиенту надо на ревью давать сценарий, которые они поймут. Может быть, вы вообще не то тестируете, если клиент не понимает, что это. У них тоже должны быть некие быть процессы, описание неких действий, процессов. если это бизнес, то это может быть подключение сервисов с конкретных точек продаж, где они собираются повысить какие-то показатели. То есть QE должны разговаривать с клиентом на одном языке. Да, это сложно, потому что QE должны понимать разработку и все остальное. Но сами сценарии должны совпадать. Клиент должен понимать это. может быть на DSL можно писать тесты. Решает одну из таких проблем. Еще вопросы, пожалуйста. Кто-нибудь работает на больших проектах на таких enterprise? Ну да. А в каком домене? Финансовом? А, коммерцией. А в телекоме кто-нибудь серьезно работает? у тебя я знаю. Ну давайте конкретизируем. Ну например, где 50 QE на проекте. Может больше. Ну где тестирование измеряется с сотнями дней. С автоматизатором. сотнями дней. Когда оцениваете тестирование, у вас там в плане сотни дней, которые нужно раскидывать на десятки человек. Ну вот самое сложное, наверное, из опыта вообще из тестирования на таких проектах, это вот как раз консистентность данных. Пытаться сделать как на продакшене, потому что часто приходится, например, симулировать, как ведут себя внешние системы, когда у вас, например, не бэкэнд, но система, в которую приходят там реквестом, создание каких-то процессов, и там не знаю, какая-нибудь шина, типа, ну типка, она посылает реквесты, там в одну миллисекунду вам там 500 реквестов придет. Вот, ну все 500, конечно, тестировать нет смысла, да, но там появляются такие новые интересные вещи, там, например, мы когда делали стабилизацию, интеграцию, там появляется такая ситуация, называется демпотентность, это когда система понимает, что этот запрос, который пришел повторно, это дубликат, это тот же запрос и принимает его. Это может произойти, часто происходит в случае обрыва связи, например, вам пришел, вы посылаете запрос на создание сервиса, у вас в системе залогировали, что он отправлен, у вас идет ин прогресс, оборвалась связь, там происходит все за миллисекунды, вы не получили ответа от той системы, но она успела получить ваш реквест, ваша система упала по тайм-ауту, вы идете, нажимаете retry, а она вам говорит, пошел нафиг, есть уже такой сервис, ты мне посылаешь то, что есть. Да, у нас произведили это. А кто? Не, ну везде по-разному, где-то может и бизнес-аналитик тестировать, есть такие проекты, сложные. Да, да, ну они не могли это воспроизвести без нашей помощи, мы могли, реально делали такие сценарии, ну то есть там появляется, если мы говорим про реальную систему, про консистентность данных, про то, как это может оборваться, то есть трэблшутинг сценарий, они самые сложные обычно. И в тестировании вот эти негативные тесты тоже стоит включать по причине потому, что это очень актуально для продакшена, очень болезненно. Здесь у вас производят какие-то обрывы, там, не знаю, отваливаются сервисы, все это тоже применимо. И в интерпрайзе это тоже достаточно акцентируется на это внимание. Вопросы еще есть? что-то проходит да но здесь считается процент сколько всего их прошло по приоритету там уже подробнее если в это вникать есть ну пишутся такие контрактные договоры там например statement of work еще какие-то контрактные вещи и там уже в кипя считается приоритет да там есть такое там считается типа столько-то там medium-low например вы попадаете в один кипи ай столько-то приоритетных дефектов это будет другой и от этого зависит некий компенсации в контракте это считается в целом по качеству принято считать это на самом деле да это все очень абстрактно как дефект дефекту рознь бывает дефект который там фиксить неделю воспроизводить 2 до а бывает на 10 минут как бы этот одна единица дефект и другой одна единица я понимаю это все очень абстрактно ты можешь завести дефект на каждый атрибут на объекте да можешь один тикет завести в котором ты перечислишь все ошибки этого объекта это две разные сущности тоже да нет это называется previous вот у меня там по серверам были была картина как раз сервер был с предыдущей версии как раз определить что он относится к предыдущему релизу называется у нас назывались pps это привез с продаж ныше в общем он он сюда не попадает да он что не попадает он маркируется отдельно как бак с того релиза со не впадает теку текущего то что нашли новый да то есть там проводится триаж дефектов анализ конечно все подряд дефекты туда не попадают они тщательно отбираются конечно да не он сюда можно посчитать еще n-to-n теста да там юзера acceptance теста ну принято считать вообще продакшен и инцидент который заводится на продакшен команде более показательную но это как ему ответить в разные пользователи будет все мы заканчиваем да всем спасибо